Здравствуйте! Хочу рассказать о перспективах, как, по моему представлению, должна развиваться та ситуация между Россией и Украиной, в которой мы находимся. Астролог не читает текст, который написан на небе. Очень трудно делать прогноз и даже диагноз ставить для очень близких людей. Как сказано в Евангелии, не лечит врач домашних своих. Даже видя эти указания, язык не поворачивался сказать, что ты там видишь. Уже когда началось, когда запрет был снят, тогда все стало на свои места, и я сделал два прогноза. А сейчас, уже спустя три месяца, я вижу, что оправдались оба. Судя по тому, что я вот вижу на карте, победителей в прямом смысле не будет. Наши полководцы не въедут на белом коне в Киев, где Украина подпишет капитуляцию. И Россия не подпишет капитуляцию, это тоже не будет. И никто не подпишет капитуляцию, а будут долгие нудные переговоры, в результате которых придут к какому-то разрешению, где Украина потеряет часть своих территорий. Это будет такой специфический мир, когда он наступит. Вот передо мной три карты. Карта Украины, карта России, карта Соединенных Штатов. Про Соединенные Штаты могу вкратце сказать, что для них это начало конца. Об этом я писал еще в 2002 году, этот прогноз был опубликован. Делал доклады в 2011 году на конференции публичном. Это все снято, стоит в интернете уже много лет. 11 лет. И там было видно, что начиная с 2023 года Соединенные Штаты Америки въезжают в долгий системный кризис, который в 40-х годах приведет к тому, что Соединенные Штаты уйдут с мировой арены, вернутся обратно на континент и начнут заниматься своими континентальными делами. Не надо думать, что это будет конец государства. Нет. Они богатые, они мощные. И впереди у них еще 15 лет активной позиции в мире. Постепенно их начнут подвигать экономически. Потом их начнут подвигать политически. И дело кончится тем, что в середине 40-х уйдут. В середине 30-х они потеряют, в общем, свое лидерство. Сейчас происходит изменение мирового порядка. Я думаю, что это финансовые перемены, которым дала толчок. В первую очередь, позиция и деятельность России в этой ситуации. В частности, все эти танцы вокруг финансов, нефти, газа и прочее. Переход на рубли. Таким образом, штаты здесь должны не то, чтобы потерпеть поражение. Они в этом участвуют косвенно. Их планы не сбудутся. Я уже позже в другом следующих роликах дам прогноз на Соединенные Штаты. Расширение НАТО. Вот сейчас бросились в НАТО Швеции и Финляндии. Почему? Они испугались за свою безопасность. Швеция и Финляндия живут рядом с нами давным-давно. Как я понимаю, со времен Петра не воевали со Швецией, а со времен Второй мировой войны не воевали с Финляндией. Финляндия всегда чувствовала безопасность. Почему они рванулись в НАТО? Испугались? Нет. Не верю. Скорее всего, ситуация совсем обратная. Вот-вот наступает момент, когда можно разгромить чужими руками страну и добраться до ее территории. Начать раздирать. И я думаю, что финны вместе со шведами рванули в НАТО, чтобы получить доступ к общему пирогу. Чтобы им удалось урвать и свой кусочек. Вернуть там прежние финские территории, оторвать часть Карелии и прочее. Но развала территории не будет. Россию не будут резать на куски. Большие ложки можно пока положить в карман. Не достанется. У России сейчас точка поворота. Я уже много лет подряд говорю одно и то же. Еще с 2002 года, когда я написал первый прогноз на историю России на век, я писал тогда, что 2022 год будет годом принципиального поворота в истории России. Что период стагнации заканчивается в России и происходят глобальные изменения. Сейчас оно начинается. Мы уже видим, как это происходит. Об этом чуть подробнее в дальнейшем. Первый такой жесткий этап, начавшийся с февраля месяца, закончится в конце июля, в начале августа. Для астрологов транзитный квадрат Плутона ко второму и восьмому домам, то есть к дому смерти, в том числе обычно связан с потерями, с гибелью, со смертями, вооруженное взаимодействие, начался в начале февраля и закончится в начале августа. Это по карте России, потому что тут не все однозначно. По карте Украины одновременно в это время возникает указание на потерю территорий. В июле-августе встает вопрос о целостности Украины сегодняшней. Речь идет о том, что либо фиксация уже того, что они потеряли, ДНР и ЛНР, либо еще потеря других территорий, типа Херсона и, может быть, Николаевской области. Но я думаю, что здесь не будет завершения окончательного. Начнется другой тяжелый период. Осень. Она, может быть, будет тяжела и для России, и для Украины. Будет жесткая пауза и противостояние. Скорее всего, Россия попытается закрепиться. Украина, скорее всего, перестанет вести активные действия, и Россия перестанет вести активные действия. А в декабре начнется заново. Я подозреваю, что Украина активно пойдет, попытается отобрать свои территории, накачанное западным вооружением. 11 декабря 2022 года этот аспект возобновляется заново. Он будет продолжаться до середины февраля, то есть еще два месяца. Таким образом, мы видим вторую горячую фазу. Третья горячая фаза начнется в конце июля 2023 года. И продлится до конца декабря 2023 года, точнее, по 20 декабря. Дальше повторения этого не будет. Здесь однозначно не написано, что будут эти бои. То, что фруктон подбрасывает количество смертей, вот эти все кризисы, из этого может сделать вывод, что будут три таких горячих боевых фазы, и реальный конец, мир, успокоение наступит не ранее конца 2023 года. То есть впереди у нас еще полтора года очень напряженных. Обычно делается прогноз по сумме показателей, никогда не по одному. По дирекциям, если смотреть дирекции, тут тоже квадрат второго дома Плутона. И начались дирекции почти тогда же, когда и транзиты. Именно с 16 марта. Вот там дрейф туда-сюда две недели, это совершенно нормально. Если смотреть по месяцам, то в 2024 конце получается очень сложная ситуация, в том числе серьезный кризис, серьезные политические изменения. И все-таки ситуация выглядит как позитивная. Примерно такую же я ситуацию помню о войне с судного дня между арабскими странами и Израилем. Египтяне до сих пор считают, что они победили. Израиль считает, что они победили. Примерно здесь то же самое, я думаю, будет. Что не будет такой яркой ни победы, ни поражения. А будет сложный мирный договор, в результате которого Россия начинает свой подъем. С точки зрения Украины, как это выглядит на карте Украины. Ну, сходно примерно так же. Но есть некоторая разница в сроках. Ее ждет вот в 2023-м уже начало распада территории, фиксированной потери территории. То есть, видимо, просто дело придет к тому, что Украине придется отказаться, официально отказаться от части своих территорий. Очень интересно, что эта операция очень хорошо видна на мировой карте. На карте всей нашей цивилизации, где был хорошо виден и ковид. И это событие. Когда уже был ковид, я в свое время сделал прогноз, что пройдет 12 лет, и мы будем в совершенно другой системе организации мира. Что то, что произошло сейчас, то, что началось в 2020 году, приведет к полному изменению мирового порядка. Я думаю, что это приведет к принципиальной перестройке Европейского Союза и, возможно, к распаду НАТО. Или изменению всех отношений. Это событие мирового масштаба. Если брать карту Украины, как народа, то идет достаточно сложный процесс. Такой горячий процесс, который закончится тогда же, весной 2024 года. И в истории Украины начинается совершенно новый период. С окружающим миром принципиальные перемены отношений. Далее. Для Украины все это не заканчивается. Через год после этого Украина въезжает в тяжелый, критический, сложный период. Я думаю, что в жизни Украины произойдут очень серьезные изменения. Вот такая горячая пора закончится весной 2024 года. Украина ждет ситуацию очень критическую. Но это кризис уже внутренний придет. Итак, два года тяжелых для обоих стран. Потом Украине придется очень сильно переваривать новую ситуацию. России легче. Естественно, все будут считать себя победителями, как я понимаю. Или, по крайней мере, объявлять всем о своей победе. Но Украина части своих территорий лишится навсегда. Это не мгновенно. Это будет два года колебания туда-сюда. Маятник будет колебаться. Для Америки это не их поражение. Они здесь ничего не проиграли, кроме лица. Лицо они потеряют. И начнется изменение финансовой системы. После этого мировой финансовой системы. Доллар уйдет из лидеров. Перспектива очень интересная. С космической точки зрения это очень серьезный процесс развития. Россия, Украина и всего мира в целом. Россия, Украина и всего мира в целом.